Всем привет! Сегодня я покажу короткое обозрение дистрибутива Zipin 15.5 китайских производителей. Очень он приятные впечатления производит. Легок, просто установки и настройки. Ну вот, посмотрите. Можно двинуться в правый угол вниз, не всегда срабатывает. Можно нажать на шестереночку. Вот практически все настройки здесь. Самые главные настройки это какие? Установили вы дистрибутив, подсоединиться к сети. Вот смотрите какая у вас там проводная, беспроводная сеть. Нажимаете сюда. Нажимаете, значит, сюда. Здесь, значит, заводите свой пароль. Пишите сохранить. И система там сама начинает уже, как говорится, соединяться. Настройки звука. Вот, пожалуйста, баланс, выходной уровень. Значит, микрофон я сделал на максималку. У меня такой нормальный. Плавно работает. Значит, дальше. Изменить часовой пояс. Ну понятно, да? Нажали, выбрали там город. Подтвердили. И можно поискать вот здесь вот. Набирайте английскими буковками. Значит, смотрите, в какой часовом поясе все это дело будет. Ну, то же самое у вас будет происходить и со временем. Хотя вот отдельно есть настройка времени. Еще здесь можете все это дело подогнать под свое место жительства. Значит, питание. Ну, у меня настольный компьютер, поэтому у меня и не нужно его гасить, как говорится, монитор. Дальше. И для пробуждения мне это не нужно. А вы смотрите уже все по себе. Ну, опять-таки, управление питанием никогда-никогда. Мышка, настройка мышки. Значит, язык. Ну, понятно здесь. Вот, значит, раскладка клавиатуры. Вот у меня стоит, значит, английская. И я хочу сейчас добавить еще и раскладку клавиатуры, естественно, русскую. Русская добавлена раскладка клавиатуры. Основная будет английская. Ну, можно будет переключаться, значит, и на эту раскладку. Переключение, пожалуйста, по клавише Alt Shift и на клавише, на которой у вас в левом нижнем углу клавиатуры нарисован значок Windows и пробел. Так что можно переключаться между раскладками, значит, или так, или так. Что-то особое нужно. Вот, нажали там это самое, добавили что-то особое. Пошли дальше. Ну, теперь 15.15. Тут информация 64-битная. Какое ядро, какие процессоры там и так далее. Информация. Что здесь? Обновление. Вот в настройках обновлений смотрите внимательно. Ну, что у меня, я делал себе, значит, вот у меня установлено зеркало, значит, английское, а там, где вы живете, значит, вы нажмете на переключить на зеркало и выберите зеркало любое. Любое. Тут я видел русское на Яндексе и ряд зеркал еще. Просто вот пробежитесь вот так вот сверху вниз, как говорится. И вот, Яндекс, вот. Пожалуйста. Есть еще TrueNetwork, вот две русских, как говорится, два русских зеркала. Вот. Значит, поэтому всегда внимательно подстраивайте у себя, значит, зеркала. Значит, вот самая, в принципе, там основная такая вот информация. Ну, еще раз, как говорится, информация там о системе и так далее. То есть, все просто, нормально и все, как говорится, сделано хорошо. Я себе дополнительно вот через этот магазинчик, значит, поставил синаптик. Так вот, в синаптике, самое смешное, значит, я пытался найти, значит, Simple Screen Recorder, не нашел. Так, Simple Screen Recorder. Вот. Программа для записи с экрана. Вот сейчас, когда я через магазин ее поставил, она и здесь определяется. А пробовал еще до того, как из магазинчика установил. А у меня, значит, она вообще ничего не мог найти, синаптик. Ну, синаптик я держу из-за чего? Вот еще. Он также хорошо показывает на подключенные зеркала. Вот. Осталось только вот одно. Значит, вот этот вот, пакеты D-PIN, D-PIN. Вот. Значит, все остальные куда-то, значит, скажем, тихой сапой выглядит вот так. Вот сама по себе вот эта вот нижняя панелька, это, насколько я понимаю, планк. А у планка, значит, по-моему, так. По-моему, Alt и левая кнопка мышки. Нет. Ага, Alt, клавиша Alt. Нажимаем. И еще раз. Alt. Правая кнопка мышки. Вот. Местонахождение. А я хочу ее наверх. Вот, пожалуйста, значит, мы ее поместили наверх. Очень удобно искать приложение. А вот посмотрите. Красивые, сочные такие значки. Искать очень легко. Нажимаем клавишу Ctrl. Нажимаем клавишу плюс. Вот такие их можно сделать. Нажимаем клавишу минус. То есть можно подогнать размер значков, ну, под себя, скажем так. И вот здесь такая малоприметная штучка есть. Вот. Тут все по группам. Пожалуйста. Интернет-броузер. Скайп уже поставлен. Почтовый клиент. Музыка Spotify. Ну, там надо регистрироваться. Вот программа для записи голоса. Видео, значит, вот, пожалуйста, значит, уже, значит, я поставил SMP Player и поставил Simple Screen Recorder. Значит, тут еще у них есть и броузер стоит. Поэтому, значит, ну, вполне прилично все. Дальше, значит, ну, пожалуйста, вот графические приложения есть, значит, там то, что вам нужно. Для игроманов здесь, значит, раздолье. Значит, зайти и зарегистрироваться на Steam. А если вы зарегистрированы, то просто подключиться к Steam, значит, из офиса. Вот, пожалуйста, пакет WPS Writer. Это по типу WinWord. И Spreadsheets. Это по типу Excel. В любом случае. И презентации. Нет у них там, как в LibreOffice, там, четкие, пять или шесть компонентов. Все три самые ходовые берут. Если вам что-то более сложное нужно, ставьте LibreOffice. Что хорошо. Любой документ. Ну, соглашаетесь. Ладно. Вот там что-нибудь там такое напечатали бы, да? Сохранить. Так вот, видите, сразу понимает формат DOC-CX. Это самый современный, поддерживает формат Microsoft Office. Ну, поддерживает и более старый. Значит, вот оно. Поэтому, значит, смотрите, вот, современный формат, ну, вот, скажем, там, старый формат найдете. Все, все, что угодно. Значит, и плюс в своем собственном формате, как говорится, сохраняет. Надежно все. Красиво и добротно сделано. Поэтому поддержка, значит, продуктов линейки Microsoft Office здесь, ну, практически очень хорошая. Вот. Значит, ну, дальше там просмотр документов программы. Может PDF файлы смотреть. Вот. Файловый менеджер. Значит, DP. Вот этот магазинчик, через который устанавливается большинство программ. Он отличается, значит, естественно, от синаптика. И причем такой у них магазинчик-то серьезный. Там, кто-то там, если из пользователей сильно жалуется, ну, я могу просто вот такую штуку им показать. Давайте зайдем в магазинчик. Так. Значит. Ну, что тут. Так, 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 так. Вот. Для любителей, как говорится, в игрушки поиграться. Ну, я не знаю, кто-то там, если плачется, что на Linux, не во что поиграться. Ну, тогда вот я вам рекомендую вот сюда вот зайти и так это, скажем, пробежаться, какие здесь игры представлены. Очень и очень даже приличный выбор. Вот. Ну, опять-таки, тут и по чтению там все есть по группам. То есть, любую программу недостающую вы можете себе взять, поставить и все. Их здесь вот, посмотрите, какое большое обилие. По графике много программ. Вот. Ну, и GIMP можно поставить. Я обычно себе ставлю всегда или Blender, или Inkscape. Ну, потому что у меня не столь большие требования графики, поэтому я к этим вещам спокойно отношусь. Очень хвалят Криту. Поэтому вот можете любой, как говорится, редактор взять там, попробовать посмотреть. Их тут масса. Что вам понравится, то, как говорится, и будете себе делать. Ну, здесь обычно, давайте посмотрим, проверим, установлен он или нет. Уже установлен. Значит, ну, вот смотрите, допустим, я хочу Gparted закрепить вот здесь. Значит. Ну, вот я зайду сюда. Ну, что, ну, система, наверное, скорее всего. Так. Даже трудно, если мне искать. Вот я вот сюда завел, написал тут JP. JP. Вот оно. Вот я его запустил. Подтвердил. Программа, значит, у меня сейчас запустится. Вот ее значок. Значит, находясь здесь, я прямо могу взять и закрепить в доке. Это вот один вариант. Видите, да? Смотрим другой вариант. Опять-таки, завожу здесь JP. Вот оно. Вот я могу или убрать из док, или добавить в док. Могу добавить сразу программу в автозагрузку. То есть, вот, вы понимаете, очень вот все это хорошо и разумно сделано. Пожалуйста, упаковчик пакетов DP. Вот. 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 Файл сюда перетаскиваете и он вам будет его, как говорится, упаковывать. То есть, очень дружественно сделанная такая вот рабочая среда для пользователей. Причем, значит, если вам чего-то не хватает, вот посмотрите, я обычно делаю всегда себе дополнительно специализированную панель под свои, скажем, пользовательские нужды. Вот посмотрите, ну, если планк уже здесь стоит, то я ведь могу поставить сюда и кайра. Вот. Вот. Вот кайрадок. Берем его и ставим. Причем, если в предыдущих версиях 15.1, там 2.3, у них шло переключение на медленные китайские там сервера, то сейчас все-таки вот в связи с тем, что они сделали здесь вот такую вот хорошую штучку, как подключение разных там серверов там по сети. Так. Где? Сеть. Прокси. Так. Скорее всего здесь. Да. Вот. Настройки обновлений. То здесь вот можно уже выбрать свое, как говорится, зеркало и уже, как говорится, нормально пользоваться. Вот. Значит, кайрадок, программа большая. Значит, ставится она не столь быстро, но тем не менее, значит, она ставится. Мне вот всегда вот этот вот, то, что они системный лоток таким сделали, ну, несколько, скажем так, странным казалось. Ну, хотя, вот показывает, что английская раскладка и в системном лотке у меня еще сидит, значит, программа для записи. Вот я сейчас могу ее пока прервать. Я сейчас могу ее пока прервать. На пресной. Ну, вот, не успел закрыть, он сразу же это самое. Вот. Вот. Кайрадок. Значит, пожалуйста. С кайрадоком, опять-таки, что мы сделаем? Ну, вот, зайдем сюда. Здесь наберу я. Вот. Кайрадок уже есть. Выберу я вот этот. И вот здесь сразу, смотрите, во-первых, я добавлю его в автозагрузку и добавлю, значит, на всякий случай в док. Ну, давайте. Потом можно всегда убрать и запустим его. Ну, первый раз про выбор спрашивает. Нажимаем ОК. Все. Кайрадок установлен. Ну, я обычно всегда вот эту вот приветственную, значит, штуковину удаляю. Не вижу мне нужды. В самом кайрадоке, ну, тоже делаю определенные настройки. Иду вот в дополнение. Отключаю вот эти вот все ненужные мне эти вещи. А вот сеть, чтоб показывала. Вот. Значок ставлю. Убираю вот это. Переключатель не нужно. Меню приложений. Оно здесь не работает. Оно здесь вот так показывает. Оно здесь вот так показывает. Только по поиску. Вот. Не знаю. Уберу. Рабочий стол. Да, собственно говоря, тоже. Так. Недавние события. Проигрыватель. Так. Так. А вот индикатор раскладки. Убираю. Тачпадов у меня нет, поэтому это я тоже убираю. То есть, видите, я настраиваю все под себя. Вот то, что мне необходимо, нужно было. Я, в принципе, взял и оставил. Могу, значит, опять побежать в настройки. Вот тут пульсирующие. Отскакивать. Видите, как. Я, допустим, могу выбрать, наоборот, сделать отскакивать. А здесь, ну, допустим, вращение сделать. Применить. Вот видите, отскакивает. Значит, ну вот, этим я не пользуюсь. Раз. Убрал. То есть, вот так вот вы можете под себя настроить то, что вам нравится. В принципе, у вас получается очень такой красивый рабочий стол. Правой кнопкой мышки нажимаете. Установить в качестве обоев. Вот вам тут большущий выбор дан. Вот стрелочкой вправо можно, допустим, можно просмотреть, как это будет выглядеть, например. Можно только на рабочий стол вот так вот сделать. Вот видите, какая симпатяшка получилась. Вот. Ну, обычно я сюда еще вставлю, значит, программу Konki Manager. А вот интересно, есть у них Konki Manager или нет. Вот. 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 По типу, вот, клинокс-минти менеджер программ. Ну, а здесь вот это называется, значит, у них Deepin 100. Ну, магазинчик, грубо говоря. Вот и все. Ну, пока Konki Manager там скачивается. Ну, давайте тогда ко мне заскочим на сайт. Скачаем там мои иконочки. Так, сейчас я наберу тут сайт свой. Linux.info. И вот на сайте, значит, ну что, значит, я побегу на клантулочку на Krog. На Krog у меня, значит, здесь программы для Linux. Я себе даже такой как-то специально сделал инсталляционный пакет, куда при настройках всегда беру и, значит, уже прямо отсюда целиком скачиваю сюда и все. Вот. Здесь должны быть коночки. Тут пока не вижу. Вот. Ну, во-первых, у меня дебяновский пакет для кончик есть. А вот, пожалуйста, скачать раз. Ну, я обычный английский на всякий случай скачиваю. Вот. Все. Значит, идем дальше, как говорится. И проверяем. Вот капочка загрузок. Это я пока тормозну. Значит, первый раз. Первый раз, вот покажу вам. Давай, в новой вкладке. Перейдем на главную. Так. Первый раз. Ой, батюшки светы. Пейсы. Ну, ладно. Значит, я сейчас хочу, это у нас где мы. Запустить, я сейчас хочу запустить конки менеджер. Вот. Ну, опять-таки, вот искать, допустим, не долго. Я всего две буковки набрал там. Или конк. Вот конки менеджер. Ну, пока там я буду настраивать, значит, я могу сделать вот так. Подключим, значит, готом. А теперь, значит, займемся вот такой вот, скажем, манипуляцией. Значит, так. У меня наутилус тут есть или нет? Наутилус. Вот. Значит, наутилус я, пожалуй, закреплю на вот здесь у себя. Наутилус. Задать свой значок. Сделал значком запуска. Вот все. Значит. Что здесь? Вот. Отмечу. Показывать скруппель файлы. И вот теперь смотрите. В коночках. Вот я обычно у себя вот это вот убираю. Вот это убираю. И вот это убираю. За, скажем так, за ненадобностью. А теперь пошли сюда. Вот. Открываем в новой вкладке загрузки. Берем эти две иконочки. Вырезаем. И вставляем сюда. Вот теперь, после всех вот этих вот манипуляций, посмотрите, что мы получим. Сейчас нужно будет по новой запустить конки менеджер. Значит. Ну, опять наберем. Вот оно там сидит. Голубчик. Значит. Я пока убираю. Ставлю вот это вот дело сюда. Но поскольку у меня менюшка-то вот это вот находится вот здесь. То я могу, в принципе, взять и оконочки, значит, переместить вниз, влево вниз. Применить. Вот они здесь. Этот, значит, у меня голубчик будет вот так вот показывать. Оконочки будут вот так показывать. Ну, прозрачность. Ну, давайте посмотрим, что тут. Семя прозрачная там. Не хочет. Транспарант. Применить. Тоже не хочет. Опак. Не хочет. Ну, надо покопаться. Пока оставлю. Потому что мне пока это и устраивает. Помню, я настраивал. Делал. У меня получалось коночек абсолютно прозрачный. Тут надо, по-моему, поработать с этим, с фоном. Ну, короче, все это дело делается. Важнее для многих вот такие вот вещи. Вот если я сейчас запущу какой-нибудь броузер, то, естественно, значит, он работает. Сеть подключена. А видите, на кончиках. А ничего не показывает. А это не порядок. Значит, нажимаем Ctrl-Alt-T, появляется, значит, у нас вот этот значок. И мы его в блоке закрепим. А здесь я напишу if-config. И вот этот адресочек. Вот. Я теперь беру, копирую. И вместо вот этого вот вставляю, нажимаю применить. Теперь, значит, ну, давайте проверим, где там у меня чего-то там было. Вот, видите, циферки уже побежали по экрану. То есть, если циферки по экрану побежали, значит, ну, это говорит только об одном. Что, значит, все сделано правильно. Ну, вот, допустим, я сейчас пока на время закреплю вкладку. Вот, видите. Все. Значит, настройка сети, значит, в кончиках закончена. Вот я сейчас случайно нажал на проводную сеть. У меня все сейчас исчезнет. Поэтому давайте снова возьмем вот так вот. Применим. Циферки побежали. И, значит, вот здесь еще обычно я здесь делаю автоматическую загрузку. Коночек. То есть, при входе, значит, при старте компьютера у меня уже коночки будут находиться, скажем так, автоматически. Ну, а какую команду набрать и как увидеть сеть, как ее скопировать и вставить в конки менеджер, я вам тоже показал. Вот, практически и вся, как говорится, недолго. Покопаетесь там та самая с прозрачностью, как там что, настраивается. Вот. И будет у вас все нормально работать. Я вам скажу, я даже поразился. Итак, как видите, настройки рабочего стола можете делать самые любые по своему вкусу. Значит, ну, что я могу сказать. Значит, появилась, значит, у них еще тут одна такая возможность интересная. Клон, по-моему, называется. Ну-ка, давайте посмотрим. Да. Вот. Клонирование. Что это такое и с чем его едят? Вот, пожалуйста, все написано по-русски. Можно клонировать целый диск, можно клонировать отдельный раздел жесткого диска. Значит, можно клонировать исходный раздел в другой раздел по назначению. Можно сделать в виде, значит, файла образа. А здесь, значит, операция еще восстановить. Вот практически, как говорится, и все. Это не из-за образы. Ну, тем не менее, значит, позволит вам создавать свои резервные копии на других разделах жесткого диска или на внешнем жестком диске. Здесь уже, как говорится, без разницы. А можете весь диск свой целиком взять и клонировать. Так что, ну, обычно выбирают, конечно, разделы, потому что у меня, допустим, этих разделов там около десяти разделов, поэтому я смысла не вижу весь диск клонировать. Вот такая вот интересная, значит, появилась у них рабочая среда. Ну, она очень удобная, очень проста. Вот, смотрите. Можно значки Ctrl, минус, Ctrl, плюс там сделать, как вам нравится. Вот. Как хотите. Вот. Можно по группам все сделать, чтобы вам быстрее был, кажется, доступ ко всему необходимому. Вот. Хорошо там обои настраиваются, делается. Значит, ну, давайте вот последний эксперимент. Только варить и ставится. Ну, в принципе, хорошая программа, тоже для смены обоев. Значит, пока там она ставится, а мы тогда скачаем дебеновский пакетик. Сварить и слайд-шоу. Значит, как мы это дело сделаем. Пойдем. У меня, по-моему, он в столпаке. Был варить и вот. И вот пакетик. Вот оно, слайд-шоу. Вот его мы дополнительно еще и скачаем. Посмотрим, поставится он или нет. Установить. Единичка. Пишут, что встало. Ну, теперь давайте проверять. Ну, во-первых, открываем самоварити. Магазин я закрываю. Продолжить. Продолжить. А вот участвовать буду анонимно. Пока сделаю одну минутку. Тут сделаю один нолик. Позднейшее. А я не против. И вот здесь, допустим, я хочу набрать словечко вар. И вот варити слайд-шоу я, к примеру, хочу поместить на верхнюю панельку. В док отправить. Да, и этот парик тоже в док отправим. Вот видите, они здесь выглядят абсолютно одинаково. Поэтому тут трудно что-то будет говорить. Но дело вот в чем. Значит, я сейчас это вот слайд-шоу. По-моему, в данной сборке Debian у них есть так называемые разрывы. Вот если я сейчас начну делать слайд-шоу, то вот я-то смотрю. У меня все плавно и красиво. А когда то же самое я проигрываю, значит, записанный видеоролик я проигрываю через видеопроигрыватель. Тут вот по экрану появляются всякие там сполохи, мелькание, мигание и так далее. Вот. И это говорит только об одном. Значит, вот сейчас я специально остановлюсь, просмотрю и скажу вам. И покажу дальше, видно это или нет. Дайте мне один секунд. Вот видите, сразу какие побежали сполохи по экрану. То есть, вот таким вот образом, значит, все это дело и происходило у меня. Вот видите. О, высота какая. Вот это явление называется тирингом. Те по-английски переводятся как разрывы. И здесь, значит, вот есть вот такой вот простейский способ лечения. Это для тех, у кого он есть. То есть, у кого нет, то есть, вы записываете программой для записи с экрана, проигрываете через видеопроигрыватель. Если у вас этих разрывов нет, ну, значит, у вас компьютер хороший и вам не надо. А вот многим, у кого, значит, есть вот эти вот разрывы, хорошо помогает вот такая штука. Так. Снова пойдем на кладовочку. Программы. Вот тут у меня словечко есть. Тиринг. Вот она. И вот качаем два этих файлика. Первый файлик, это заархивированная папочка. А второй, значит, просто-напросто, по какому пути пойти и что сделать. Вот практически и все. Значит, папочку эту мы вот так вот берем, извлечь сюда. И в ней будет вот сидеть вот файлик. Да даже из него мы можем только скопировать вот это и вставить. Но все это дело делать надо по определенному адресу. То есть идти вот сюда. Но самое смешное, что обычным, значит, вот файловым менеджерам, а вот не пойти туда и все. Только в корневом режиме. А доступ к корню они очень лихо закрыли. Делается это таким образом. Значит, вот здесь в терминале пишите сюда. И пишите наутилус. То есть запуск в корневом режиме. Пароль заводите. Вашего файлового менеджера. Ну, теперь вроде бы должно быть несколько попроще. Хотя тоже не совсем уверен. Ну, давайте посмотрим. Вот другие места. Вот компьютер. Вот нужно зайти вот сюда. Найти папочку x11. И в этой папочке, значит, вот xor.config.d. Вот видите, стоит 50 synaptic.conf и 70 warcom.conf. Так вот нам сюда нужно будет вставить вот один хитрый файлик всего лишь. То есть вот я сейчас еще раз открываю какой-нибудь там файловый менеджер. Иду, значит, загрузки. И вот всего лишь сюда надо вставить вот этот вот 20 intel. Значит, дальше делать ничего не нужно. Значит, закрываем все это дело. И дальше хоть, как говорится, кувыркайтесь, но без перезагрузки ничего у вас не получится. Поэтому я сейчас запись прерываю, перезагружусь и покажу вам конечный результат. Что этот тиринг исчез. Вот каждый раз при перезагрузке, значит, хотя у меня даже на разделе винда не стоит, у них появляется сообщение. Установить раздел только для чтения. Просто нажимаете отмены и все, если у вас винды нет. Если есть, значит, нажмете ok, там пусть он подключает все, что нужно. Наша задача вот сейчас посмотреть, теперь пропал тиринг или нет. Вот я нажимаю на слайд-шоу. Ну, вот горы видны. Я-то вижу плавно. Ну, давайте посмотрим, что вы будете видеть. Приближение к ним. Там все это понятно. Облака. Красиво. Очень красивый видовой пейзаж такой. Ну, достаточно. Значит, теперь, значит, что я сделаю. Я, значит, прервусь и покажу вам, как это дело проигрывается через видеоролик. Плавненько все бежит, никаких сполохов, разрывов на экране нет. Теперь я запись останавливаю и проигрываю ее через видеопроигрыватель. Ну, вот таким вот образом. То есть, видите, что, как тут все это дело работает. А теперь проверим то же самое, но на видеопроигрывателе. Ну, я называю это, скажем так, прививочкой или вакцинацией от тиринга. Поэтому на компьютерах, особенно на интеллах, на стареньких, у кого вот такой тиринг наблюдается, многим вот этот метод помогает. Я не могу гарантировать, что у всех он будет на 100% работать. Но то, что многим помогает, значит, это, ну скажем так, однозначно. Вот, ну, помимо всего прочего, значит, вот если я нажму здесь, вот у меня, выйти из программы слайд-шоу. Ну, опять-таки, вот правая кнопка в любом месте экрана. И опять-таки могу выбрать там любую себе там обоинку, которая мне там понравится там. Вот перед этим оставили эту, а тут вот можем и такую посмотреть, и такую. Тут масса чего. Хорошие есть это самое. Мне вот это вот почему-то понравилось, не знаю, птичка калибри. Вот. Симпатично выглядит. Значит, общее мое такое вот впечатление. Значит, китайцы сделали великолепную вещь. Создали мощную компанию. Создали хорошее средство продвижения своего дистрибутива. Очень хорошая у них команда работает, которые, значит, действительно сделали такой уникальный продукт. Причем на русском языке у него, ну, вообще полностью, как говорится, поддержка идет на 5 баллов. И установка там, и настройка там, и без всяких там ошибок в русском языке. То есть, очень хороший перевод был сделан на русский язык. Значит, ну, единственное, что некоторые программы не ставятся, ну, это не вина, сказать, разработчиков этого дистрибутива, а вина пакетов Debian 9, которые не все программы поддерживают и ставят. Вот, видите, ни Simple Screen Recorder, ни QT5 FS Archiver вставиться не захотели. Ну, QT4 я даже и не пробовал. Вот, ну, тем не менее. В общем и целом, очень такое хорошее впечатление в операционной об этом дистрибутиве. Очень шустрый программный, значит, очень живенько откликается. То есть, ну, вот когда поработаете, увидите там на других дистрибутивах, там кнопку нажмешь, там ждешь, там где-то что-то еще ждешь. А тут у них очень хорошо все сделано. У них даже вместо вина уже предустановлен кроссовер. Вот, то есть, многие программы, которые под виндой крутятся, значит, их можно попробовать установить вот сюда. Я не говорю, что там все установятся, но, по крайней мере, можно. Это нужно посидеть вам, поразбираться, что к чему, кто этим делом увлекается. Ради Бога, меня, в принципе, на Linux, с его возможностями и вот с таким на данном дистрибутиве прекрасным магазинчиком, ну, скажем так, многое что устраивает. Я бы даже сказал, что... И даже очень... Ну, давайте вот я сейчас... Очень много чего. Просто вот... Поползайте, посмотрите. Выбор тут очень большой. Очень и очень, очень большой выбор. То есть, у них магазинчик они сделали просто-напросто классный. Вот. В предыдущем, вот, действительно, дистрибутиве, там была проблема с переключением раскладки клавиатуры, там, значит, клавиши супер и пробел. Вот здесь они сделали и по Alt Shift, и по супер пробел, кому как нравится. То есть, очень гибкие настройки. А плюс, если, значит, вам не хватает места вот здесь, вот, вот, ставьте CairoDoc, туда втыкаете все эти программы, вон, Simple Screen Recorder, сделать значком запуска и он уже будет здесь сидеть. Тогда отсюда можно разгрузить панель, а убрать его из дока можно будет. Вот таким вот образом. Поэтому, значит, я, в принципе, с этим дистрибутивом познакомиться повнимательнее. Ну, и скачать его просто вот здесь вот, в поисковой строке. Наберете словечко DeepPin. Вот на главной страничке, на русском языке, тут, вон, языков у них много. Вот, нажимаете на загрузить. Загружаете, устанавливаете. Значит, вот так вот. На флешке нет такого, что LiveUSB. На флешку записываете изообраз, из флешки начинаете сразу устанавливать. Ну, ставится легко на русском языке. Там очень, это уже внятно понятно все это рассказано. Опять-таки, очень красиво сделано меню установки. Процесс установки очень быстрый. Поэтому, я, в принципе, могу многим пользователям порекомендовать этот дистрибутив. Ввиду того, что он очень такой отзывчивый. Единственное, настраиваете хорошенько под себя там на зеркала, на, значит, там, часовой поезд, там, ну, смотрите, там, по вкусу, как кому что нравится. Там, кто погоду поднастроит, кто-то еще что-то. Ну, вот я вам здесь вот показал, как это мельтешение, как я справляюсь с ним. У вас, может быть, что-то другое будет. Ну, сам по себе дистрибутив могу порекомендовать, скажем так, многим, ввиду того, что он очень и очень даже хорошо, как говорится, работает. Значит, у многих там вот менеджеры обновлений, да. А здесь вот давайте-ка глянем, где-то вот я видел обновление. Вот, пожалуйста, проверка на наличие обновлений. Тоже нажали, там, ждете, там, он вам покажет там, когда чего. Вот, ну, видите, пишет состояние, ну, вот ваша система в актуальном состоянии. Ну, опять-таки, ну, вот по-русски, ну, проще же сказать, ну, ваша система обновлена. Нет, вот в актуальном. Ой, ну, ладно. Желаю вам всего самого доброго и до новых встреч.